Предвыборная кампания как способ заявить о себе. Причем в ход идут сомнительные инструменты. Сегодня в Минске белорусские оппозиционные активисты провели митинг за легализацию легких наркотиков. Акция проходила в рамках предвыборной агитации одного из кандидатов от БНФ. Едва ли десяток молодых людей в центре Минска сегодня решил провести акцию с весьма неожиданным посылом. Легализовать легкие наркотики. В соцсетях эту акцию назвали санкционированным митингом, прикрывшись проходящей предвыборной кампанией кандидата в местные советы от БНФ. Но правда, каких избирателей мог в центре Минска встретить кандидат, когда его избирательный округ в районе тракторного завода. Я сам солидарен с этим. Я как кандидат, возможно будущий депутат, решил дать молодым людям нашим высказаться по этой проблеме. Проблеме 328, проблеме употребления и легализации марихуаны. Именно доверенное лицо этого кандидата в депутаты, Петр Маркелов, и организовал эту акцию сегодня. Кстати, признался нам, что употребляет наркотики. Я был в Нидерландах, в Амсердаме, я пробовал. Мы спрашивали у всех участников акции, употребляют ли они сами марихуану, и один ответ стал неожиданным. Вы сами употребляли марихуану? Да. Мне бы удалось это желание легких наркотиков, и марихуана у тебя не было. То есть вы сами не употребляли? Нет. Но вы собрали за легализацию? Так. Запомнили парня в оранжевой куртке? А теперь посмотрите видео, которое размещено в соцсетях. Очень похож, не правда ли? Утверждать, что это марихуана в кадре, конечно, нельзя, но выглядит весьма убедительно. Видимо, родители не знают об увлечениях сына, и он не хотел признаваться журналистам. Мы хотим просто начать продавать марихуану Белоруссии. Легализируем тут все. В своих чатах активисты этого движения не стесняясь признаются в употреблении наркотических средств и пишут, что им нужны люди, точнее база людей, для дальнейших массовых акций за радикальные перемены, вероятно, под воздействием наркотиков. Ну а в будущем, судя по всему, они планируют создать зависимое от наркотиков общество. Кстати, эти молодые люди получили поддержку от известных оппозиционных политиков. Мы дозвонились Олесю Лагвинцу, руководителю компании «Дзея», которая поддерживает этих ребят. Это отдельная института, есть люди, которые проводят свои компании. Сейчас, как ты, студия, в этом удельниче. Я зашел на сайт организации «Дзея», и там написано «Компания, организация «Дзея». И с посылки. Одна из этих компаний – «Лег Галайс». И там же можно найти с посылку на это видео, которое я скачал с официальной сторонки на Фейсбук. Поэтому, ваше особистое ставление, я думаю, с каким шином, в принципе, супра-солнечным. Складывается впечатление, что под видом легализации за хрупкими плечами этих наркоактивистов стоят более сильные структуры. Новые лица оппозиционной политики управляются уже давно скомпрометированными мастодонтами. Ведь персонально им и их лозунгам уже давно никто не верит. А эти ребята тем временем мерзнут за свою идею курить траву. Кстати, тот самый Лагвинец готов тратить деньги своей организации, отправляя сторонников «Легалайза» в зарубежные поездки. Видимо, покурить то, что запрещено в большинстве стран мира. Ваше отношение к этой теме категорически против? Мы были в Амстердаме категорически против. Ну, потому что там, ну, не знаю, не очень-то такая здоровая ситуация. Негативная, конечно, конечно, негативная. Я против наркотиков? Наверное, нет. Это начнется вседозволенность. Если легализируют марихуану, тогда дело с другими наркотиками тоже не постоит. Да, я поддерживаю Дарью. Также негативное отношение к наркотикам. Константин Придыбайло, Денис Гатило, агентство теленовостей.